И, собственно говоря, попробуем прочитать ее эту самую азбуку, как текст культуры, посмотреть вот с этой стороны, не только в отношении прагматики жизненной, но и посмотрим, каков же потенциал этой самой азбуки в становлении маленького читателя и большого книголюба. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что, как говорил один известный всем мультипликационный персонаж, случайности не случайны, я постаралась собрать в этой презентации как можно больше информации об азбуках разных, красивых, интересных и необычных в том числе. Поэтому вот сразу же представляю вам азбуку Елизаветы Меркурьевны Беом. Она была выпущена в 1913-1914 годах. И к ней я еще буду возвращаться, но в любом случае мы понимаем, что азбука начинается с азов. Ну и будем двигаться к этим самым азам, разбираться, что к чему. Первый мой вопрос к вам. Я попрошу вас ответить, если можно, в чатике. Как вы полагаете, зачем человеку необходимы буквы? Вот с такого вопроса, небанального, нетривиального, начнем. Вот зачем они взрослому человеку и зачем они маленькому человеку? Как вы думаете, я бы вот просила вас в чате черкнуть, какие мысли возникают, для чего необходимы нам с вами буквы. Есть какие-то мнения? Ну вот пока вы сосредоточитесь, я на всякий случай еще разочек намекну на то, что буквы бывают разные. И вот еще одна книга, на которую я бы хотела обратить ваше внимание, это книга о разных буквах Давида Плаксина. И вот здесь, Зоя, спасибо огромное за ваш отклик для общения, чтения письма. Ну вот я понимаю, что общение явно выделено, да? То есть мы понимаем, если я вас правильно поняла, вы мой единомышленник, буквы могут стать причиной коммуникации, причиной общения, в том числе и нашего с вами сегодняшнего. Но вот если говорить о маленьком человеке, а ему зачем, тому маленькому человеку, который, может быть, еще не умеет читать, а уж писать тем более, зачем малышу нужны буквы? Или, может быть, они и вовсе не пригодятся никому из маленьких человечков, пока не научатся читать, как нам кажется. Вот чтобы не тянуть интригу, давайте посмотрим. Мой ответ всегда простой. Я убеждена, что все, что есть в этом мире, создано для того, чтобы в это играть. И вот мне кажется, что и взрослым, и детям необходимы буквы поначалу для того, чтобы в них играть. Посмотрите, букв не знаю, не читаю, но играть с ними умею. И разные буквы предлагают детям, даже литературные герои. Незабываемый опыт Алисы Кэрролла. Мою букву зовут на... Простите. Мою букву зовут на З. Я его люблю, потому что он задумчивый. Я его боюсь, потому что он задирый. Я его кормлю запеканками и занозами. А живет он, здесь сказал король, не помышляю об игре. Так вот, посмотрите, вот такие рассказы маленькие. Это игра «Мою любовь зовут на З». И для этой игры не нужно ничего, кроме воображения и сообразительности. И умение припоминать, какие же слова начинаются на эту странную букву З. Не менее любопытным опытом с нами делится герой рассказа Петя, который предложил своему папе поиграть в слова. И вот вы видите, играем в слова, но обязательно на букву. И тут же мы вспоминаем с вами историю, связанную с игрой в города, где тоже буква работает прекрасно. Ну и видите, могут быть два условия сразу же оговоренные. Можно называть только те предметы, которые мы видим на улице, и при том те, которые движутся. Вот таким образом, медленно, но верно, мы с вами приходим к пониманию того, что буква вообще существует. Вот мы ее не видим, мы ее еще не читаем. Но сама идея, что слова начинаются на букву, она приходит в нашу жизнь вот с такими милыми языковыми играми, когда мы идем по улице или когда мы едем в машине. Что же дальше? Есть игры и для взрослых, ну или во всяком случае для тех детей, которые уже освоили умение складывать буквы в слова. Ну и взрослые в эту игру тоже втягиваются с удовольствием. Я во всяком случае была одним из таких взрослых. Вот вам, пожалуйста, Зубака Антона Телебмана. Зубака, как вы понимаете, не случайная история. Если вы внимательно посмотрите на цитату, то вы сразу же поймете или не сразу же поймете, что же с этим делать. Вы видите, дорогие родители, мамы и папы, бабушки и дедушки, а также... Может кто-нибудь перевести столь же быстро, сколько я, финал этой цитаты, последнюю часть этой цитаты? Попробуйте. Первые слова всегда очень просто. Ну вот, чуете ли это читатели? В общем, как вы видите, это забавный граф, в которой буквы поменялись местами. И, соответственно, для того, чтобы разгадать, нужно все буквки поставить на свои места. читатели, воспитатели и все остальные. Ну вот здесь... Так, 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 Светлана. Какие вы молодцы. Включились. Стало любопытно, да? Взрослые, конечно же. Спасибо. Но посмотрите, когда взрослые превращаются в зловресов, это уныло. А вот при этом само слово не очень приятное, но игра очень веселая. И вы видите пример, где даны небольшие тексты, в них тоже встречаются перепутанные, перевернутые слова. Ну и в самом названии есть шанс буквы расставить по своим местам и обнаружить, что перед нами стихотворение, посвященное или история, посвященная замечательному существу, но не арт-мышке, а, конечно же, мартышке. Вот, повторяю, это игры для взрослых. Взрослые тоже могут играть с буквами. Но мы движемся дальше. И следующий вопрос, который меня очень интересует. Ну, а зачем человеку азбука? Буквы для игры, для радости. А азбука зачем? И чтобы ответить на этот вопрос, нам, наверное, нужно сначала с вами определиться, в каком значении слово азбука мы сейчас обсуждаем. Давайте посмотрим. Изначально уже в словаре Владимира Даля азбука – это то же самое, что и алфавит. И у Ушакова, вы видите, первое значение азбуки – это алфавит, совокупность букв языка. Но с другой стороны, и там, и там, мы видим, что это и учебник грамоты, и букварь, и книга для начального обучения грамоте, то есть для изучения этих самых букв, для изучения этого самого алфавита. И у Даля мы находим как раз ту историю, когда азбуки не знают отчитать садиться, и азбука наука о ребятам Бука или Мука. Вот все эти пословицы отражают весьма серьезное отношение к предмету нашего разговора. И азбуку учат во всю избу, кричат. Вот такое тоже бывает. И что же нужно для того, чтобы не кричать во всю избу? Что нужно для того, чтобы с азбукой подружиться и воспринимать ее как приятную книгу, возможность приятного времяпрепровождения? Ну, ответ на вопрос, зачем азбука в этих смыслах, вы видите, может быть очень разным. И я вам показываю ответы, которые часто дают ребята. Слово читать, конечно же, есть. Азбука нужна для того, чтобы научиться читать. Но при этом... Значение, да, книга. Азбука как книга. Но при этом, вы видите, дети находят весьма приятное применение азбуки как алфавиту. Зачем нужна эта совокупность букв? Ну, для того, чтобы научиться работать словарем или даже делать словари, в смысле создавать словари. Азбука необходима для того, чтобы расставлять карточки в больнице или книжки в библиотеке. А еще она нужна для того, чтобы составлять список учеников или список полезных дел. Таким образом, даже вот видите, писать телефоны в записной книжечке не слишком модная сегодня история, потому что в телефон мы номера теперь помещаем сами, да, книжечки телефонные уходят от нас как факт нашей биографии. Но все-таки вот память жанра хранится. Одним словом, есть много идей, зачем нужна азбука как алфавит. Ну и вот все же я хотела бы остановиться на том, что говорить сегодня мне бы хотелось об азбуке не столько как об алфавите, не столько как о системе знаков используемых нами, да, не столько как о порядке расположения, вот чего-то, сколько как о книге, о таблице, или вот здесь я прямо настаиваю, мы к этому вернемся, о наборе карточек и самое главное об игре, которые служат для первого и не всегда, нет, первого знакомства, да, для знакомства с буквами, конечно, но азбука может превратиться и в такую долгую историю, в долгую весьма игру, которая позволяет не только обучиться грамоте, но и войти в то, что мы называем красивым сочетанием текст культуры. Давайте посмотрим, как же это можно сделать, но вот прежде, чтобы уж совсем не затягивать, да, ту самую интригу, с которой все началось, азбуки не знают, а читать садиться. Вот я бы все-таки хотела начать с того, что очень часто, еще не зная букв, не зная слов, ребенок берет в руки книгу и садится ее читать. И вы знаете, у некоторых детей это здорово получается. В том смысле, что я даже наблюдала за тем, как взрослые спросили маленького мальчика, умеет ли он читать, и мальчик активно кивнул головой, взял в руки книгу, которая называлась, вот я не вспомню как, но читать-то он начал доктора Айболита. Причем на книге этого названия не было, и более того, и текста этого внутри книги не было. Ребенок просто наизусть озвучивал тот текст, который не умеет читать, который ему непонятен. И вот это одна из форм удивительного чтения, но это скорее не чтение, безусловно. Это желание выглядеть взрослым, желание показать свои успехи, продемонстрировать их. И ребенок очень хочет себя проявить, и это ведь замечательный способ проявления, согласитесь. Ну, не хулиганит, не шалит, показывает себя вот таким серьезным взрослым человеком. Не менее любопытную историю можно наблюдать и в опыте Монте-Сори, там, где предлагают, показывают, как детки, трехлетние детки, умеют читать, не зная букв. И вот там это называют интуитивным чтением. Детское интуитивное чтение, вы видите, заключается в зрительном распознавании усложняющихся образов и в их сопоставлении. Авторы настаивают на том, что такого рода чтение не имеет прямого отношения к обучению детей осмысленному чтению. Но, вот, по-моему, это очень и очень важная история, которая кое-что объясняет в том, какой должна быть азбука. Азбука, которая предлагает ребенку не только картинку и букву, а азбука, которая предлагает ребенку «Картинку» и «Слово». Слово, которое начинается, вот как в тех играх, которые только что были, традиционно начинается с той буквы, которая изображена. И я привожу вам удивительный пример. Вы видите, как-то раз в лесу дети встретили ежика. Петя удивился, Катя испугалась, Тимов потерял ежа, а Лиза не поверила. Ай, еж, ау, еж, где ты? А, а ты еж? Вот эти вот истории, маленькие совсем реплики, даже не отдельные слова, на букву А, аист, арбуз, как мы привыкли, а уже вот такие маленькие фразы плюс изображение с помощью мимики передают удивление или поиски, или, что там, Катя, испуг, да? И вот деткам, маленьким предлагают карточки, на которых написаны примерно такие же реплики, и ребенок с удовольствием распределяет карточки под той надписью, которая на картинке наличествует. Вот такое интуитивное чтение, на мой взгляд, во многом объясняется тем, как формируется образ слова, да, у ребенка, его способностью сопоставлять похожие символы и находить. Для ребенка пока это неосмысленное чтение, для него пока это игра. Но сидящий рядом взрослый озвучивает текст, сидящий рядом взрослый помогает, а ребенок, в свою очередь, привыкает к образу слов, которые впоследствии ему посчастливится и прочитать тоже. На что необходимо еще обратить внимание? Ошибкой было бы использовать, утверждают авторы статьи, вот такие дидактические материалы, помогающие детям читать интуитивно, как способ обучения настоящему, да, вот осмысленному чтению. Но, я сказала, как вот такой пропедевтический курс, да, как история, которая позволяет приблизиться к слову, осмыслить, что есть буквы и слово, и буква начинает слово, да, буква встречается в слове. Вот саму эту идею уложить в удивительно разумную детскую голову такого рода занятия помогают. И азбука здесь необходима. Ну и вот вы видите, что окончанием периода интуитивного чтения считается как раз освоение букв, и уже попытки складывать из них слова, это другой возраст, это не 3-3,5, это 4-5-5,5 лет, да. Монте-Сори предлагает детям упражняться с шершавыми буквами, подвижным алфавитом и карточками, написанными курсивом. Вот я снова выделяю слово карточками, ну и насчет курсива, насчет вязи, насчет необыкновенного стиля я обращаю тоже внимание и здесь предлагаю вам вспомнить о том, что существует удивительно красивая азбука Александра Бенуа. К ней вы можете обратиться, полистать, ну а мы движемся дальше. И что же еще помогает детям войти в мир азбуки? Вот то, о чем я уже сказала. Прекрасно работает история, связанная со стихами. И вы можете увидеть, что еще Корион Истомин в букваре 1694 года рядом с каждой буковкой написал поучительное стихотворение, в котором он наставлял детишек, чтобы они знали, что такое жить по совести. Не только Корион Истомин, конечно. Нам с вами известно огромное количество азбук, и я думаю, каждый из вас знает, и мне будет очень приятно, если не каждый, тогда я не зря сообщаю вам информацию, замечательную азбуку Бориса Захадера, в которой нам, опять же, дает очень и очень разумный совет быть осторожными в выборе тематики. Наш замечательный поэт решил рассказать азбуку, представить словами, которые являются названиями животных, и вот с чем столкнулся. Это южный кта-та-там, я его придумал сам, так как честно признаю, зверя нет на букву Ю. То есть вот начиная создавать азбуку, а я именно к тому вам введу, что азбука – это, конечно, штука, которую можно купить и рассматривать. Конечно, это очень интересная история, если ее находишь на книжном развале, но я бы все-таки хотела с вами прийти к мысли о том, какой может стать азбука, созданная в том числе и самим ребенком или вместе с ребенком. Тематически зациклить на одном азбуку очень и очень непросто. Вы видите, если начинаем рассказывать о животных, уже на букву Ю отыскать товарища не так легко, который будет иллюстрацией к букве. Ну, а есть и другие варианты стихов, которые могут появиться в азбуке. Вот вы видите замечательный образец азбуки, где живое существо превращается в букву «Щ щенок». Он очень мал, но на щетку он напал. И вы видите, приключение щенка превращается в букву, и буква укладывается. Тоже образ буквы очень любопытно представлен. Ну и, конечно же, веселая азбука про все на свете Самуила Маршака. И вот еще один пример азбуки, то есть одной из страничек азбуки Елизаветы Меркурьевны Бен. Это «Боярин». И на букву «Б» был нарисован в том числе маленький боярин, а рядом милое совершенно стихотворение. Я сейчас не буду на нем останавливаться. Вы можете рассмотреть книгу. Там достаточно таких замечательных стихов. Но конец, наверное, все-таки имеет смысл прочитать. «Бояре молвит, чей же такой? Боярыне, чей господин? Красавица молвит, мой дорогой». Вот такие теплые слова появлялись и раньше. И я веду к тому, что, конечно, азбука, сопровождаемая стихами, дает ребенку возможность быстро их запомнить, особенно если стишки небольшие. «Бегемот разинул рот, булк просит бегемот». Ребенок может впоследствии сесть и прочитать. Ну, конечно, сделать вид, что он читает, но почувствовать себя очень взрослым и важным. А стихотворения дают такой шанс. Что же вместе со стихотворениями вы уже поняли, что мы говорим об азбуке, которая содержит в себе иллюстрации. И вот очень важно помнить, какими они должны быть. безусловно, азбука Владимира Коношевича это восемнадцатый год. Он шлет письма своей маленькой дочке, желая ей помочь научиться читать. Он рисует грибы не только. И вот предметы, явления, которые он изображает, они самые, что ни на есть, разные. это и животные, и транспортные средства, и игрушки. Но вот самое главное, к чему призывает Владимир Коношевич, создав вот это первое пособие по новой орфографии, там, где не было ядь. Вот мы видим с вами у Елизаветы Бем там еще ой-ой-ой, какая вязь. А вот здесь уже новая орфография, но самое это главное, что говорит художник, изображать необходимо просто, без перспективных искажений, потому что, по мнению Коношевича, ребенок должен с первого взгляда понимать картинку. И вот если он понимает картинку, он вспоминает слово, которое называет изображенный предмет и тут же обращает внимание на первый звук, с которого начинается это слово и может интуитивно соотнести звук вот с этой самой буквой, изображенной в слове. Ну и далее я предлагаю вам именно на такую азбуку. Вы видите, здесь представлены разные, абсолютно разные предметы и в основе выбора иллюстрации лежит что вот на этой большой азбуке та самая заглавная буква, первая буква, с которой начинается слово. Ну и вот как вы думаете, посмотрите пожалуйста пристально своим острым взглядом, какие картинки с вашей точки зрения вот на этом большом листе могут вызвать у ребенка затруднения. где он может неверно прочитать слово, прочитать в переносном смысле, угадать какое же слово представлено. Спасибо, Лена, я согласна. Йог, ну здесь человек, да, просто нарисованный, если ребенок не знает этого слова, откуда бы ему понять, что написано. А еще какие еще картинки точно вызовут затруднения. Обезьяна. Вот я с вами совершенно согласна, что и телефон-то старый, совершенно верно, ребенок может не понять. С обезьяной здесь есть два варианта. Во-первых, она не одна. Во-вторых, ну то есть множественное число вызывает вопрос. А с буквой И это смайлики, это эмоции. И действительно очень сложно понять и с твердым, и с мягким знаком. Я сказала, что в основе выбора вот этих иллюстраций лежит точно затруднение автора в том, а как? Буквы, которые не начинают слова, вот как их-то представить. Ну и соответственно я бы еще обратила ваше внимание на букву М. Вот почему я должна выбрать что там у нас ножницы или нитки? Вот что я должна прочитать? И ножницы и нитки начинаются на одну и ту же букву. И поэтому мне трудновато. И там, где буква Р, да, ракета. Вот почему ракету-то я должна выбрать? Там еще планеты солнечной системы, какие-то спутники или что-то еще вращается. То есть изображений так немало, так же как и улитка на листе, да, и много очень предметов, когда в одну картинку собрано, очень сложно разобраться, что же я должен назвать. Повторяю, с енотом все в порядке, он один, да. Я бы еще, кстати, затруднилась с индюком. Вот как-то тоже не всегда мы представляем себе те, дети, которые живут в городе, не всех животных могут себе представить и птиц. Ну и есть еще одна история. Вот эту штуку мне недавно прислали из Ютьюба, сообщение такое с юмором, размышляет взрослый человек о том, что случилось с современным алфавитом, с современной азбукой, что происходит, почему буква Йо, что ежа уже нет, ежика, да, почему вертолет, буква Йо появляется в середине слова. Или откуда взялись ездовые собаки и комбайн. Вот там, очень любопытная история, что у нас йогурты закончились, ну, для и краткого, да. Так вот, получается, что в данном-то случае, вот на этой маленькой картинке слева, как раз все понятно. Там в основу положен чуть-чуть другой принцип. Не слово и заглавная буква, а тематический принцип. По такому принципу строится сегодня очень много историй, но я все-таки пока хотела бы остановиться вот на той истории, где действительно предмет отражает слово, начинающееся с буквы указанной. И вот вам, пожалуйста, еще один пример. Русский для наших детей. Очень люблю и все вроде бы прекрасно, но есть некоторое но. Обратите, пожалуйста, внимание, рядом с буквой Х что изображено? Как вы полагаете, что это? Конечно, спасибо, Людмила, и Зоя, спасибо вам огромное. Но как вы думаете, все ли дети смогут это определить? Более того, если мы нажмем на букву, которую рассматриваем сейчас, мы перейдем вот на такую страничку, где представлены и другие слова на букву. Ха, и со словом хамелеон, халат, и даже с хомяком, и с хлебом, и с художником, я и с холодильником, и с хоккеем, я готова смириться. Но что лежит вот в глубокой тарелке, как вы полагаете? Что туда положили? Прекрасно. Спасибо, Людмила. Это хлопья. Алифтина тоже молодец. Но я вам клянусь, не все дети с легкостью понимают, что там лежит. И слово каша на букву Х у них ну никак не подходит, и поэтому они находятся в растерянности, когда видят эту иллюстрацию. А вот на плоской тарелочке внизу рядом с хурмой, как вы думаете, что там такое слева от хурмы? Совершенно верно. Халва. И вроде бы нам-то взрослым хорошо, но ой, как далеко не все дети знают, как она выглядит. И некоторые дети знают, что такое халва, но они ее никогда не видели вот в таком нарезанном виде. Они ее видят в коробочках. Ну, а теперь вопрос на засыпку. Ну, а вот рядышком с халвой-то что такое под холодильником? Есть версия? Совершенно верно, Алифтина. Это холм. Но чтобы в этой шапке, как сказал один ребенок, увидеть холм, нужно очень и очень постараться. Так вот, дорогие мои, это все к вопросу о том, какой должна быть азбука, для того, чтобы букв не зная, ребенок с удовольствием брал ее в руки. Азбука должна быть прозрачной, понятной. Азбука должна помогать и узнать слово, и увидеть слово. Ну и вот дальше, конечно, здорово помогает история, та самая тематическая, когда слова объединяют... Людмила, я оставляю право мнения каждому, конечно, но просто делюсь с вами своим опытом, с нашей точки зрения нам много что нравится. Нам кажется, все понятно, все прозрачно, но вот дети сталкиваются, они попадают в затруднительную ситуацию, и они в растерянности бывают, когда видят вот такой. Я поэтому и пытаюсь проиллюстрировать идею о том, что картинки должны быть прозрачными, доступными и по возможности понятными. Повторяю, хорошо, когда все эти картинки, вот та же хурма стоит в одном ряду с ну вот в азбуке урожая. Вот мы здесь с вами видим эту самую хурму и уже каким-то образом мы понимаем из какой области этот оранжевый предмет похожий на помидор. Съедобный алфавит может быть, но если мы присмотримся к нему, то здесь тоже вот будет, ну, мягко скажем, несколько печальная история. Съедобная утка пожаренная, да, и там, где здесь очень много вот таких вот сложных историй. Йогурт на месте и яблоко вроде бы понятно, но вот бывают случаи, когда появляется, например, вот такая история, когда на букву Н вы видите вдруг появляется нож, причем висит-то не один, а именно нож. Угадать на букву Ж желе, я повторяю, как продукт еще можно, но вот ребенок, который не умеет читать, угадать на букву П пряник, еще и тульский, да, вот это нам с вами понятно, тем, кто умеет читать. И по-разному складывается все, и посмотрите, что мы видим. Мы видим помидор, редис, и вдруг сосна. Конечно, варенье или сироп из сосновых шишек уже появляется, и можно представить себе его и как продукт, но вот на букву Н вместо ножа я бы все-таки, наверное, с большим удовольствием поставила нектарин, ну, просто тематически и образно он бы лучше вписался в общий смысл картинок. И помог бы ребенку сориентироваться, хотя тоже, повторяю, манго, нектарина, блепиха и помэла это такие непростые сюжеты, о которых имеет смысл поговорить и еще лучше попробовать, да, вместе с ребенком. Ну, а вот вам еще один образец, перед нами иллюстрации, которые должны привести ребенка в сказку, сказочный алфавит. И я понимаю, что, наверное, и шут, и эльф, и чиполина, и царевна-легушка будут понятны детям, но, и даже хрустальная туфелька, с ней все в порядке и со щукой. Вот удав из какой сказки, для меня не слишком прозрачная история. И точно так же вот мы видим, а в сказку ли ведет ворона с сыром, да, или в басню, и куда нас приведет богатырь с мягким знаком на конце, он нас ведет в сказку или он нас ведет в былину. То есть вот здесь ой, как непросто разобраться, и поэтому нужно быть очень и очень осторожным, да, в создании вот этих картинок, чтобы они не сбивали с толку. А ребенка. Я вспомнила и ту сказочную азбуку, которую встречали мы все в веселых картинках, то есть мы все те, кто с веселыми картинками имел дело. И вот посмотрите, какие иллюстрации из выделенных мною не помогают ребенку читать. Вот совсем не помогают. Ой, спасибо за огонечек, я рада, что со мною есть те, кто тоже помнит эти замечательные журналы. Но повторяю, вот здесь все-таки встретились те картиночки, на которые ой, как непросто отреагировать. Вот как вы думаете, какие иллюстрации ребенку будет трудно прочитать, прочитать именно, ну, то есть угадать, какое слово в азбуке написано. Да, пузырь и лапоть, вот саму эту сказку, во-первых, сказка, не очень растиражированный мультик, не очень известный, да, и самое главное, что так же, как в богатыре мягкий знак на конце, который обозначает мягкость, здесь надо долго и очень долго объяснять, что к чему. слово печь, съешь пирожок, вот с твердым знаком на конце, для меня это тоже сложная история. Конечно, если бы было, я с вами согласна совершенно, ученый код, вот почему на букву У у нас не имя существительное, а имя прилагательное, да, вдруг, и вообще ребенка может удивить кот на цепи, ну, если не было, да, еще в опыте пушкинского лукоморья, но я опять обращаю вас к тому, что у нас есть колобок, а рядом стоит кот в сапогах, вот какое слово-то написано, колобок или кот, а вот здесь уж совсем затейливо, тут лисичка или вот эта птица на букву л должна быть, то есть очень сложно угадать, что к чему, я вам показываю, что наше большое желание взрослых как-то помочь ребенку войти в мир буквы, в мир азбуки, да, не зная букв начать читать, то есть понимать, создавать в своей голове образ слова, вот к сожалению некоторые азбуки в этом не помогают. И если мы с вами двинемся дальше, то не могу как филолог не отметить еще один важный момент. Вот оно чудо-юдо, вот оно как должно быть написано, посмотрите, пожалуйста. персонаж взят из конька горбунка Ершова. Текст содержит в себе имена героев. Ну вот авторы не показывают или показывают заведомо не тот вариант написания, который должен быть. Я вам очень рекомендую, когда работаем и создаем вот этот образ слова, не игнорировать мысль о грамотности. Ни в коем случае нельзя упускать из вида то, что слова пишут не всегда корректно. Ну и соответственно, когда мы занимаемся с вами созданием той самой своей азбуки, о которой я буду говорить, нельзя вот об этом забывать. я бы хотела ваше внимание особенно обратить на историю с грамотностью. Ну а теперь, собственно говоря, уж коль скоро мы в сказку вошли, давайте двигаться в сторону тех книг, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Я уже показывала вам фрагменты из книги Елизаветы Меркуриевны Бём. Вот здесь вы видите слева её же иллюстрация, её же акварель, иллюстрирующая букву Ж. И мы здесь видим и жарптицу сказочную, и жуков, и жабу, и жёлуди, и жбан, и очень красивую, глаз не отвести, букву Ж, но очень разную, да. Обратите, пожалуйста, внимание, традиция возникла очень и очень давно. И сама-то Елизавета Меркуриевна честно корреспондировала в сторону буквицы времён царя Алексея Михайловича, то есть уже там можно найти вот эти принципы собирательства слов из разных тематических групп вокруг одной буквы. Повторяю, азбука может быть и сказочная. Я думаю, что мои ровесники помнят сказочную азбуку Мавриной, но она и сейчас переиздаётся, и мы с вами можем её открыть, посмотреть, какие сказочные герои встречаются там. Ну и вот для меня настоящим открытием была русская азбука в рисунках Марины Ханковой, потому что она у меня встала вот в тот самый ряд с азбукой Елизаветы Меркурьевны Бём. И открыв эту азбуку я обнаружила вот те самые буквицы, то, что она называет автор, да, и те, кто смотрит на эту азбуку домом слова, вот она создаёт некий дом, и с правой стороны мы видим героев сказочных, представляющих ту или иную букву, вот вы видите, лешак, да, леший на букву Л, но одновременно она берёт, у неё есть вот книга, посвящённая русским растениям, популярным на Руси растениям, перетекают сюда, и вот дальше в некоторых книгах говорят о том, что её буквица это буквица в билибинском стиле, вот стиль может быть билибинский, но сама идея совместить в доме буквы и растения, и животных, и быт, вы видите, колодец корова, да, на букву К, и колокольцы, и кони, и кашка, и клевер, и крапива, вот такие растения, с которыми мы можем встретиться, да, наши с вами растения, и ягоды-то наши, наши, и костеника, и калина, то есть вот этот поворот в сторону русской культуры, он, по-моему, очень и очень важен. Традиции, безусловно, не только связаны с именем Елизаветы Меркурьевны, но мы видим с вами и замечательную страницу из того самого упомянутого уже мною букваря крёна истомина, и в букваре вы видите, были яблоки, они у неё остаются, была яблоня, и она здесь, и яйца, и ястреб, и ящерица, но сюда ещё она вводит ярмарку, да, как наш национальный элемент, и здесь же мы видим ящериц, которые бегают вокруг янтаря, яхонта, яшмы, удивительных камней, которыми мы так любим себя украшать. В общем, хотя, повторяю, и ягоды, и ястребы, и яблоня, и яблочки наливные всё сохранено. И это становится, вот такого рода дом буквы становится способом процесса названного инкультурации, да, которое предполагает освоение ценностей вот своей, да, камертонной культуры, которые значимы, которые закреплены в артефактах, которые значимы для каждого человека, связанного с культурой и связанного, говорящего на том языке, который представляет азбука. Вот эту идею мне бы хотелось особенно донести, потому что такого рода азбука, она полезна и для носителей языка, и для ребят, которые входят в русскую культуру. Благодаря такой азбуке они узнают о тех реалиях, которые значимы для каждого русского человека. Давайте посмотрим и попробуем разобраться. Вот снова я показываю, чтобы вы видели, да, некая такая параллель. биом акварель Елизаветы и из книжки Марины Ханковой «Дом буквы Б». Обратите, пожалуйста, внимание, вот внизу растут грибочки и они названы белые. Вот как вы думаете, это в плане размышления, а может быть все-таки боровик, уж коль скоро мы начали говорить о том, правила игры должны быть прозрачны. Если перед нами азбуков, которые называют предметы, значит, вот помните, как вы мне сами заметили, на букву «У» Елена отметила «ученый код». Почему я должна взять слово «ученый», если до этого были имена сказочных героев, то есть название предметов, откуда прилагательное. И здесь уместно ли, я понимаю, что грибы называются белыми, и это действительно прилагательное, перешедшее в имя существительное. Но на этом этапе зачем может быть просто боровик, которым, собственно говоря, то слово существительное, которое не вываливается из общей тележки, и которым мы называем те самые белые грибы. Вторая штука. Нужен ли в этом доме барабан? Как вы думаете? Или достаточно балалайки? Или может быть мы возьмем бубен? Вот что нам уместнее здесь было бы? Барабан или бубен? Вопрос с подвохом. А скажите, пожалуйста, а вот наверное барабан. Ну по стилистике понятно, балалайка она на место. А к балалайке мы что прибавим? Барабан или бубен? Вот я бы прибавила что угодно, но вот без барабана и без бубна, потому что это прецеденты освоенные нашей культуры, безусловно, но слова не являются исконно русскими. И вот посмотрите, конечно, слово братина или слово булава, называющие предметы, которые ушли из нашего обихода, они безусловно русские, да, но вот они пока тяжеловато будут вписываться в историю маленького читающего и не знающего еще букв человека, да, ребенок просто не поймет, о чем идет речь, но вот бусики, вот бусики были бы хороши, и вы видите у Елизаветы Бем еще и бублики, и, конечно, я повторяю, все совпало, все сошлось, все хорошо, мы видим, что у нас и здесь брусника, и белочки, все на местах, но вот чем бы еще можно было дополнить с вашей точки зрения уютный дом буквы Б, вот что еще можно было бы включить в эту иллюстрацию, бревна есть, болото есть, а, бусики тоже, вот они, да, и даже береста есть, вот буква Б на фоне бересты, но чего-то не хватает, и вот здесь я предлагаю вам посмотреть на то, как много в этой букве Б русского, и вот может быть кроме бересты, конечно, и березка появилась Б, а к бубликам, наверное, могли бы появиться и баранки, а к ним бы, возможно, и блины, а вот на этой картиночке справа, вот это тоненькое, это что такое на букву Б? Б ваше предположение. Былинка. Да, спасибо, Левтина, конечно, былинка. Ну вот, Елена, лишнее, оно, конечно, я с вами отчасти соглашусь, когда всё и сразу это приятно рассматривать, это можно долго рассматривать, но как это сказать, даже устаревшие слова нам с вами необходимы, потому что ребёнок будет с ними встречаться в текстах художественных, и может быть история с тем же Витязем прекрасным, да, она нам пригодится, и вот здесь я вам показываю русский мир на букву В, он тоже выстраивается, и ворота есть, и ворон есть, и ветер есть, и ведро, и весло, и витязь, и ведьма, и ворона, и вербочка, очень много появляется разных реалий, связанных с разными и праздниками нашими, и с нашим бытом, и даже, вот посмотрите, какое растение это находит прекрасное, василёк, сюда же вы видите и серый волк, и волга, и ворота, да, вот как-то понимы, ну, то есть название мест значимых для русского человека, и виноград, виноградия, и воробьи, и вы видите из других книг придёт и кроме Василисы Премудрой и Водянова, кстати, Василиса у нас есть ещё и прекрасная, да, к нам придёт и волк, и семеро козлят, и волшебник, и великан из азбуки Бенуа, то есть ребёнок может сам предложить большое количество любопытных для него и известных ему предметов для того, чтобы проиллюстрировать эту самую букву, ну, и вот в качестве такого итога, да, я говорила вам, что, по-моему, было бы неплохо, если бы азбука вот не просто висела, да, купленная и принесённая домой, висела на стене, это хорошая история, я всегда говорю, что для меня основной жизненный принцип не вместо, а вместе, но вместе с тем, я думаю, что было бы неплохо создавать азбуку, которая поможет ребёнку постепенно войти в чтение, и вот на одной карточке может быть изображение и слово, как мы сказали, да, которое соответствует этому изображению, на второй карточке это же изображение вместе со словом может быть дополнено ещё и прилагательным красивым эпитетом или просто, ну, допустим, синий василёк, голубой василёк, да, а вот на третьей карточке может быть изображение то же самое, да, слово к нему то же самое, прилагательное, которое уже было найдено, и небольшой текст поэтический, и ребёнок может собирать это всё вокруг буквы, вот буква В, василёк, растение взяли, и вокруг василька может быть собрано несколько карточек, которые постепенно позволяют войти и в образ слова, и в понимание его смысла, его значения, и поиск стихов, это очень забавная история, то есть вот такого рода азбука, создаваемая дома, она становится магнитом, который позволяет накопить огромное количество значимых для самого ребёнка слов, представляющих ту или иную букву и начинающих с той или иной буквы. Здесь могут быть и животные, и сказочные герои, и утвари, музыкальные инструменты, и всё, что ребёнку любопытно, но эти карточки будут лежать в разных коробочках, да, вот растения на букву В, и на букву А, и на букву Б, это одна часть алфавита, одна азбука, другая азбука, это музыкальные инструменты, но когда мы собираем все эти карточки, у нас получится вот тот самый яркий, красочный дом буквы, который предлагают многие наши художники. И вот освоение культуры своей семьи, да, оно-то как раз и должно привести к интериализации наследия всей мировой культуры. Вот постепенно ребенок начинает к своим этим создаваемым азбукам прибавлять образы из тех азбук, которые уже кем-то созданы. И чужая азбука, чужой опыт освоения слова, буквы ребенку станет интересным. Сама книжка азбука как прецедент культуры станет для ребенка интересным, и он будет подходить, искать их и рассматривать. И постепенно привыкнет к тому, что следующим этапом после азбук пойдут словари. Я благодарю вас за сотрудничество. Я намекаю вам на то, что современные азбуки очень и очень разные, и не нужно замыкаться на тех образах, к которым мы привыкли, на тех образах, на которые я сегодня делала акцент. Я прекрасно знаю, что существуют вот такие хвостатые БВГД-ки, и очень рекомендую посмотреть то, как она простроена. Это путешествие с котом Батоном, да, и там много приятных, интересных моментов, интерактивных моментов для ребенка, которые помогут освоить букву. Ну, и вы можете посмотреть появившуюся в 2008 году, если мне не изменяет память, вот эту АБЦ3Д азбуку Марион Батай, просто как образец того, какими они бывают. Это не русский алфавит, это английский алфавит, но это тоже очень интересная такая история, как ребенку ввести в мир буквы. Там буквы движутся, они вот 3D, они необычные. И такие штуки, они действительно детям интересны. и мы должны использовать все способы для того, чтобы буква стала для ребенка родным и приятным знаком, но для этого надо здорово работать. А главное, чтобы она стала, азбука стала элементом внутренней культуры ребенка, как читателя. Очень важно, чтобы азбуку хотелось именно читать. С этого я и начала, пусть даже интуитивно, пусть даже неосознанно, но прирастая рядом с книгой самоуважением. Вот мне кажется, что это, наверное, самое важное, когда ребенок берет в руки книгу и раскрывая ее, пусть даже делая вид, что читает, рассказывая о том, что он видит, он прирастает самоуважением. Это очень и очень важно. Потом таких детей не нужно уверять в том, что читать необходимо. Спасибо вам огромное. И если есть вопросы, я готова на них ответить. Вы можете их разместить. Ой, я очень рада, Светлана, что была с любителем букв и книг рядом. Спасибо вам огромное за отзывы, комментарии. Может быть, есть вопросы. Спасибо за реплики комплиментарные, но вот что-то, может быть, нужно растолковать, объяснить. если сейчас нет, если нужно подумать, вы видите, на последнем слайде я всегда указываю свою, да, спасибо, Людмила, свою электронную почту, вы вполне можете мне написать, если какие-то вопросы у вас появятся. Надеюсь, была полезна вам и уверена, что те книги, которые я сегодня упомянула, если вы предложите их детям, это уже будет встреча с прекрасным и большое счастье для юных читателей. Вопросиков нет, да? Так, вопросов нет. в чате спасибо, ну и вам спасибо огромное за внимание, тогда я заканчиваю свое вещание, благодарю вас за теплые отзывы и за то, что вы участвовали в работе со мной, спасибо большое. спасибо, 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 до новых, пока. Продолжение следует...